Наташа, почему ты решила оставить свой бизнес и заняться сетевым маркетингом? Потому что линейный бизнес, он не приносил мне тех доходов, на которые я рассчитывала. Потому что линейный бизнес, это ощущаешь себя постоянно белкой в колесе, это уйма потраченного времени и достаточно часто нулевой результат. Что сейчас изменилось в твоей жизни? Что изменилось с тем, что ты перешла и занялась другим бизнесом? Сейчас у меня появился стабильный доход, уже теперь я имею. Сейчас я не завишу от различных изменений в нашем законодательстве, от скачков курса евро-доллара. Сейчас у меня появилось больше свободного времени, которое я могу уделять и семье. И сейчас я стала больше путешествовать. Сейчас я стала уделять время учебе, потому что, несмотря на то, что у меня получено два высших образования, но по большому счету мы получаем образование, но его не применяем. Сейчас у меня появилось время для того, чтобы заняться самообразованием, благодаря холдингу Life is Good, благодаря вам. А что тебя больше всего привлекает вообще в сетевом маркетинге? Вы знаете, если бы я, наверное, полтора года назад мне кто-то сказал, что я буду заниматься сетевым маркетингом, я бы, наверное, не поверила. А что меня сейчас привлекает в нашей компании? Что у меня появилось большое количество друзей, у меня появилось большое количество возможностей. У меня жизнь кардинально изменилась. Именно это меня и привлекает в сетевом маркетинге. Меня привлекает еще то, что здесь действительно можно зарабатывать деньги. Как отнеслись к твоему занятию, к переходу вообще в другой бизнес, в сетевой маркетинг? Как отнеслись твои друзья? Как отнеслось твое окружение, твои близкие, которые знают тебя как бизнесмена? Как они сейчас реагируют на то, что ты в сетевом бизнесе? Вы знаете, мне очень повезло с семьей. Мама меня поддержала сразу же. Муж тоже поддержал и сказал, занимайся. Если тебе этим не нравится заниматься, то занимайся. Из окружения моих друзей и знакомых, скажу честно, меня поддержал только один человек. Все остальные наблюдают, ухмыляются, ходят на работу с девяти до шести за очень-очень скромные деньги и до сих пор не верят. А что тебе помогает справиться с этим недоверием или с отношением твоих друзей, твоих знакомых, с тем, что ты поменяла сферу деятельности? Я, наверное, отпустила их. Я не пытаюсь им что-то доказать. Я стараюсь им показывать именно своими результатами, потому что они сами видят со стороны, что изменилась моя жизнь. Я стала действительно путешествовать. Я стала больше общаться с людьми. Я стала попадать на какие-то мероприятия, на которые я раньше вообще никогда не попадала. Соответственно, я доказываю. Они смотрят. Они все равно все придут. Но только надо время. Наташенька, какие твои планы на следующий год? Мои планы на следующий год. Я хочу выйти на стабильный доход. Но вот в ближайшую перспективу, да, год. Чтобы мой доход составлял 50 тысяч евро в месяц. Соответственно, годовой где-то 500-600 тысяч евро. Я желаю тебе благополучия, благополучия твоей семье, счастья тебе и всего самого хорошего в наступающем году. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok